Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале Gear Stutter Shop. С вами его ведущий Дмитрий Дрогин. Сегодня мы будем говорить про легендарный бренд Kuga. Моделька называется G3 Pro. Я уверен, этот самокат понравится многим нашим зрителям. Здесь есть нюансы и особенности. Напичкан он самыми последними передовыми технологиями по китайской шкале или по китайским меркам, скажем так. Ребята, Bumblebee Design Sport. Много оранжевого-черного. Это просто сногсшибательная пушка-гонка, на которой можно кататься. Два мотор-колеса, большой аккумулятор с огромным-огромным нюансом, которым сейчас я вам расскажу. И в этом ролике ты увидишь. 50. Почти 60 км в час, ребят. Много куклы спробовал. Но это что-то новенькое, свежее. Он целостный самокат, целостный. Он очень юркий, быстрый. Итак, дорогие друзья, не будем тянуть, как говорится, резину. Будем сразу о самом главном его достоинстве и плюсе. Помимо полного привода, помимо крутых тормозов, я все это вам покажу чуть позже. Подойдите ближе. Я как увидел этот самокат, думаю, что это такое, то ли зарядка, то ли для чего это все нужно. Открываю. Здесь реально кодовый замок. Вот как вы думаете, что и для чего он предназначен и делает здесь? Для чего он здесь находится? Оставь в комментариях. Я знаю, что сейчас по определению стоит пароль «Все нули». Выставляем все нули, ребят. Сейчас. Это не так уж и легко с первого раза сделать, как кажется. Так, так. И здесь ноль. Выставляем все нули. Поворачиваем наш кодовый замок. И у нас открывается крышка деки. О чем это говорит? Это говорит о том, что аккумуляторная батарея, быстросъемная. Вытаскиваем, здесь есть под палец специальный упор. Вытаскиваем наш провод силовой. Он достаточно массивный, толщиной практически с мизинец. И мы можем с вами достать эту батарею, забрать ее домой, самокат оставить либо в машине в багажнике, либо в гараже. Домой его грязный, не грязный, тащить не надо. Вы просто берете бокс батареи и заряжаете ее дома уже отдельно. Вот это вот главный плюс. Плюс еще. В дальнейшем, через 3-4 года, когда вам придется батарейку менять, вы покупаете себе новый этот бокс, вставляете сюда и все. Гениально. Куга, лайк и подписка с вас за годный контент от меня. Ну а мы переходим к наворотам данного электросамоката. Итак, дорогие друзья, с кодовым замком мы с вами разобрались. Все ненужные люди уже вышли с канала, остались только нужные и годные. Погнали. Два ключа в комплекте, поворачиваем, включаем. Вам наверняка будет все отсвечивать. Оператор покажет поближе. Информационный дисплей, информативный вольтаж, километров в час, скорости, так, она у нас переключается здесь, раз, два, три. Скорость у нас, пробег и полный привод или только задний, сингл, дуал. Селератор газа располагается с правой стороны, по классике, под большой палец, в стиле квадроциклов. Тормозная система КСОД, гидравлическая, на минеральном масле. И, с другой стороны, у нас располагается орган управления светом. Пожалуйста, посмотрите. Включить, выключить. Вот так вот она работает, фара. Сейчас я вам продемонстрирую. Оп, оп. Плюс еще здесь ходовые огни. И сзади самоката тоже. Также имеется поворотники. Я включаю. Левый, правый. Начинает мигать спереди и сзади. И сигнал. Для того, чтобы самокат сложить, есть крючок специальный, упор, который фиксируется здесь. Мы откручиваем наш барашек. Оп. Пока не выдвинется платформа из-за нашего руля. Вот так откручиваем, откручиваем, смотрим. Уже можно. Раз. И самокат у нас складывается. Оп. Его можно поднять. Вес его в районе 40 килограмм. Переходим к техническим характеристикам нашего зверя. У нас, значит, на борту 52 вольта батареечка на 20,8 ампер часа. Почти 21 ампер. Как заявляет производитель, данная батареечка может провести вас дистанцию 80 километров. Но, наверное, это не на максимальных скоростях. Два мотора по 1200 ватт суммарно 2,4 киловатта. 2400 ватт. Скорость максимальная, которую данный самокат может развить, 75 километров в час. Этого достаточно, чтобы обгонять с легкостью Xiaomi, Ninebot и разные городские самокаты. Данный самокат подойдет как для подростков, так и для взрослых. Можете кататься на нем спокойно, как в городе, так и по лесным тропинкам, по укатанным, да. По поводу зимы, конечно, трудный вопрос. Это уже на любителя. Но не забывайте одевать каску на локотники и на коленники для вашей безопасности. Еще я заметил, что у данного самоката располагается зарядное гнездо с правой стороны, сбоку деки. И оно не одно, их два. В комплекте идет одно зарядное устройство, второе вы можете докупить. В районе 3000 рублей вы можете докупить дополнительный зарядный блок, и у вас будет два блока. Тем самым аккумуляторная батарея будет заряжаться в два раза быстрее. При помощи одного блока, который идет у нас в комплекте, ваш самокат зарядится примерно за 8-10 часов. Если вы будете иметь два, в два раза быстрее, это, по-моему, логично. Первый, скажем так, апгрейд, топ-покупка к этому самокату, я советую. Это второй блок зарядки приобрести обязательно. По дизайну, ребят, ну дизайн, мне кажется, современен. У самоката, сейчас, кстати, я его не закрутил, сейчас мы его полностью закрутим, барашек этот, зафиксируем наш руль. И я вам скажу, что у самоката, вот, пока он новый, да, абсолютно отсутствует люфт. Колесо заднее поднимается, сам самокат не люфтит. Видимо, продуманное решение с этим барашком, как при дальнейшем эксплуатации, при пробеге тысячи, две, три тысячи километров, пока что он себя я пока не знаю. Это новинка. Поэтому, если вы уже накатали на таком самокате определенное количество километров, напиши в комментариях, появился люфт или нет. Это будет полезно для наших подписчиков, кто смотрит наше видео. По свету, я думаю, этой фары достаточно будет, чтобы кататься в темное время суток. Но дополнительно вы можете приобрести и поставить тюнингованные фары Арктики, вторую или третью. Достаточно будет две фары, чтобы вы катались ночью и видели все четко. Потому что на Арктиках стоит верхний отсекатель границ, он не слепит встречные машины и пешеходов, а вы будете видеть путь, по которому передвигаетесь в темное время суток. Повторюсь, извиняюсь за ту фтологию. Сзади у нас располагается, ребят, габаритный тоже огонь, диодный. Если я нажму на тормоз, он начинает мигать. И также ходовые огни красного цвета на задней корме деки. Крылья пластиковые, что спереди, что сзади. Тормоза дисковые, 140-е. И, естественно, стоят ксодовские суппорта, ксодовские стоят гидравлические. Все провода убраны в защиту от того, чтобы вы не перебили кобеля об бордюр, при транспортировке, когда грузить в машину и так далее. Все защищены вот такой специальной обмоткой, оплеткой, скажем так. И еще я вам хотел показать подвеску. Если сзади будет больше видно и лучше. Здесь у нас стоят амортизаторы масляные по типу экзо. Похожа модель на 290-ю. У нее есть свое название 2202 с регулировкой механической. Но на самом деле в стоке он напичкан уже всем необходимым для комфортного катания, для эксплуатации. Я вам сейчас прокачусь, покажу. Первое ощущение, я уже прокатился на нем пару километров. Первое ощущение, он очень мягкий, он отлично проглатывает все неровности на дорогах. Я даже спрыгнул с бордюра. Сука, он бесшумный. Попробуем? Поехали. Сначала катаемся, оператор снимает меня, потом вешаем камеру на грудь и по классике. Поехали. Ускорение сразу с буксом. И это я на первой скорости. Сейчас включим. Я включил третью скорость, нажимаю газ в пол. Достойно, достойно. Самокат реально очень юркий, очень удобный, ловкий. То есть прям на нем кататься одно удовольствие. Хотел показать вам, ребят, по клиренсу. Смотрите, бордюр достаточно высокий. Для сравнения, вот моя нога. То есть вот, пожалуйста. На 20 с небольшим сантиметров самокат заезжает спокойно на этот бордюр. Еще раз показываю. Пожалуйста. Уперся я там во что-то. А теперь давайте я пробую съехать с этого бордюра. Это очень мягко было. Подписчики, вы видели? Это было очень мягко. Вы шум слышали? Я вчера снимал обзор на велосипед. Там прям вам-бам, цепь гремит, педали. А здесь просто... По классике вешаем камеру на грудь. И я вас прокачу с ветерком. С вашего позволения. Так, ребят, давайте прокатимся, как обещал, с груди. Камера на груди у меня. Отправляемся в путешествие. Полный привод включен. Это наш торговый центр, вход в него. Приезжайте за покупками. Гироскутер-шоп приветствует вас. Что сразу повторюсь, я понравилось в самокате. Нету излишних шумов при неровной дороге. То есть он проглатывает все элементарно. Ускорение тоже, естественно, бешеное. Но самое главное, он бесшумный. Это меня очень-очень порадовало. То есть мы спрыгиваем с бордюров, запрыгиваем с бордюры. Все бесшумно. Все очень-очень комфортно. Так, впереди дорогу. Раз машина ездит. Нас пропускают. Голуби. Ускорение. Комфортно кататься. Хоть самокат у нас заряжен только на 50%. Но все же катание бесшумное, плавное, без лишних дерганий. Очень комфортное. Максимально прям комфортное. Ну и ускорение на уровне. На уровне уже топовых самокатов. Он мне напоминает чем-то Теверун. Тут так же управляется. Понятное дело, что там цена в два раза выше. И мощность больше. Но все же по всем параметрам он мне напоминает именно управление на Теверуне. Вообще классно. Классный, мягкий, комфортный, юркий, управляемый. Электросамокат G3 Pro мне понравился. Это 100% я вам говорю. Так, едем. Ускорение. Кайф. Это что-то новенькое. От компании Kuga. И это новенькое мне прям зашло. Очень он комфортный. Очень комфортный. Очень классный. И динамика у него потрясающая. Ну, пожалуйста, машину догнали. Скорость была 35. Машина никуда не спешит. Так, здесь у нас никого нет. Мы поехали. 40. 50. Почти 60 км в час, ребят. И прям без проблем. Сами видели. Хоть самокат у нас и заряжен на половину только. По всем стыкам отсутствуют шумы. Подвеска отрабатывает все великолепно. Ну, а если вы выехали вот на тротуар, выключаем полный привод, ставим первую скорость и едем в спокойном, спокойном режиме, словно вы на прокатном самокате. Что может быть лучше, чем прогулка летом в хорошую погоду на электросамокате. Ребята, встретили Дмитрия нашего подписчика. Сейчас. Возьми микрофончик. Скажи свои ощущения, что прокатился на самокате? Блин, ну что я могу сказать, это много кукок спробовал, но это что-то новенькое, свежее, он целостный самокат, целостный. Он очень юркий, быстрый, бесшумный, нету никакого дребезжания. Вот, ну, знаете, вот, ну, это айфон, как вот, есть андроид, есть айфон. Айфон это круто, вот это айфон. У тебя раньше KUGA M4, да, было? У меня было KUGA M4, была и KAMURA, у меня был Ninebot. Ну, вот это вот, с Ninebot можно вот последним сравнить. Очень хороший самокат. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Мы имеем электросамокат с очень спортивным дизайном. У него имеется суперкомфортная подвеска. Вы видели и слышали, как я спрыгивал с бордюров, катал вас по неровностям. Не знаю, мне по комфорту он зашел. Подвесочка у него отрабатывает на супер. Тормоза очень эффективные, минеральное масло, гидравлика, КСОД. Диски тормозные, 140-овые. Все, что необходимо вам знать и видеть на дисплее, отображается. Полный привод и задний привод переключаются. Три режима скорости. По мне, поворотники есть. Что еще нужно для электросамоката такого уровня, такого класса? Пожалуй, цена. Цена на него тоже адекватная. Сейчас в районе 103 тысяч рублей. Чтобы узнать ее на сегодняшний момент, когда вы смотрите это видео, перейдите, пожалуйста, в описании. Там есть ссылочка, и вы увидите цену реальную онлайн, которая в этот день, когда вы смотрите видео, присутствует. Потому что курс доллара у нас меняется. И цена на самокат, конечно же, тоже меняется. Еще цена зависит от сезонности. Бывают акции и скидки в нашем магазине. Самое важное, что вам нужно знать, где купить электросамокат. Я бы вам посоветовал магазин Гироскутер Шоп. У нас самый большой выбор, самые лучшие цены, а также постприобретенное обслуживание в наших сервисных центрах на высшем уровне. Вы останетесь довольны покупкой. Вы можете сделать дополнительную гидроизоляцию, приобрести вторую зарядку. И весь спектр тюнинга у нас присутствует. Пожалуйста, спрашивайте наших менеджеров. Мы вам проконсультируем и предложим на любой электросамокат или электробайк самые лучшие условия и самое лучшее навесное оборудование для ваших целей. Мол, вы охотник или рыбак, и вам нужно в темное время суток передвигаться. С одной фары тогда будет маловато, мы вам посоветуем еще что-то дополнительно, опять же, или Арктик 3 или что-то еще, и вы будете довольны. Поэтому, где покупать, вы знаете уже на Гироскутер Шоп, повторюсь. Мне самокат зашел, 40 килограмм, максимальная грузоподъемность в районе 120, то есть достаточно плотный и человек может к ним кататься. Единственное, что руль вверх-вниз не регулируется по нюансикам. И все, пожалуй. Единственный нюанс, руль вверх-вниз не регулируется. Для кого-то будет проблема, что руль не складывается, я вам скажу, что это не проблема, а наоборот преимущество. Если руль у нас не складной, то он не люфтит вот так вот, когда вверх-вниз его качаешь и вряд ли сломается у вас. С вами был магазин Гироскутер Шоп и его ведущий Дмитрий Дрогин. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok